Мешки для мусора и перчатки. Вооруженные нехитрым инструментом волонтеры отправляются на улицу Абрикосовую. Здесь им знаком уже каждый склон. Очищать территорию от мусора, брошенного прохожими или жильцами рядом стоящих домов, им не впервой. Местное население помогать не спешит. Поддержать добровольцев в борьбе за чистоту на этот раз пришла лишь домком Лидия Кузьменко. Должны чистоту наводить, а другие не обязаны приезжать нам и вот эту чистоту делать. Убраться у чужих домов пришли олимпийские волонтеры серебряного возраста. Пенсионеры уже бывали у этой высотки по улице Макаренко, но жильцы многоэтажки не оценили их помощи. Под окнами дома снова валялись горы пластиковых бутылок, бытовой и строительный мусор. Убирали, убирали, думали, все. Нет, опять все то же самое. Я не знаю, как здесь можно. Вообще, как живут люди. Пушу отдавали, чтобы люди сюда к нам пришли, чтобы деньги в город приходили. А свои не могут за собой убрать. Людмила Сердюкова удивлена таким отношением сочинцев к своему городу. Курорт претендует на статус международного, а в жилых кварталах по-прежнему царит хаос и грязь. Два дома стоят между двумя домами, горы мусора. Мы вытаскивали, убежали. Люди ни один не вышел. Вот ни один. Мы ходили, ни один не вышел. Вот посмотрите, такая же ситуация. Дом номер 39, что через дорогу от высотки, словно цветущий оазис. На преддомовой территории чистота. Жильцы сами украшают полисадники зелеными насаждениями, создают уют для себя и гостей. Хочется чистоты, красоты, удобства, чтобы люди пришли с работы, чтобы могли отдохнуть, чтобы дети привыкали к красоте и чистоте. По итогам сегодняшней работы мы сделаем фильм для микрорайона и соберем активы, покажем, что было и что стало. С такой воспрятанной целью, чтобы у всех появилось желание все-таки свои дворы, места общего пользования содержать в порядке. Порядок в этот день навели учащиеся 6-й гимназии. Вдоль школьного забора убрали мусор и почистили заросли кустарников. У нас принимает участие вся школа. Маленькие выносят мусор, старшие помогают рубить ветки, выносить ветки. Всего в субботнике приняло участие более 100 добровольцев. За один день им удалось привести в порядок 20 объектов микрорайона. Убирая городские улицы, волонтеры хотят привить горожанам моду на чистоту, чтобы люди наводили порядок не только в своих квартирах и домах, но и на придомовых территориях. Не бросали мусор в парках и скверах и придерживались золотого правила. Чисто не там, где убирают, а где не мусорят.